Временские музыканты Ну погоди, летучий корабль, чебурашка Эти мультфильмы все мы, рожденные в СССР, хорошо помним А песни знаем практически наизусть Именно продукция «Союзмультфильмы» делала наше детство поистине счастливым Этот концерт нужно посещать всей семьей Полезно и малышам, и взрослым Будет о чем поговорить В эфире «Тольятти Культурные» Я Наталья Корсакова Здравствуйте Лучшие образцы отечественной мультипликации На большом экране в сопровождении живого симфонического оркестра и солистов Настоящий праздник для детей и взрослых Это всероссийский проект действительно И возможно он будет не единовременным Возможно продолжится в следующие годы Это проект Министерства культуры Российского фонда культуры Студии «Союзмультфильм» И первый концерт, насколько мне известно, все-таки прошел в Красноярске 14-го числа У нас второй Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации Российского фонда культуры Концерты состоятся в 26 городах России Инициатор и автор идей проекта Благотворительный фонд «Гармония детства» Совместно с группой компании «Запомни» Группа компании «Запомни» является стратегическим партнером студии «Союзмультфильм» Песня «Союзмультфильм» «Соцкий фонда» Песня «Несен форекс» Песня «Союзмультфильм» Мелодии, написанные лучшими композиторами своего времени – Максимом Дунаевским, Геннадием Гладковым, Владимиром Шаинским – симфонический оркестр Тольяттийской филармонии разучивал в течение недели. Как оказалось, задача непростая даже для такого профессионального оркестра. Очень интересная идея. Вообще уже во всем мире это применяют. Играли мультики Диснея с оркестром, и сейчас вот как раз добрались до наших шедевров советских, прекрасных, жемчужин, можно сказать, которые все мы знаем. Даже, оказывается, дети знают, вот такие, до сих пор смотрят. Сегодня уже один концерт прошел, и видно, что публика довольна. Оркестр симфонический, и здесь Тольяттия, и везде мы должны играть разную музыку для всех, не только Майлера и Брукнера, но и для детей тоже, почему нет. Я бы сам сходил, но, к сожалению, не могу, потому что буду на сцене, да. Ничего на свете лучше нету, чем продлилась я по эту свету. Все, кто кружен, не с нужны тревоги, но любые дороги и дороги. Вообще я могу сказать, что оркестранты, они просто немножко окунулись в детство. Это на самом деле очень захватывающе, интересно, и слезы накатываются от лирических песен. И однозначно я считаю, что этот проект обязательно нужен и детям, и взрослым. Это такое, ну, единение семьи, единение того прошлого и этого. Но я считаю, что это очень интересно. Ну и нам, как музыкантам, как оркестрантам, очень интересно было поучаствовать в этом проекте. Он находился на тот час, рискнул и вижу вас, уже надеялись, на жарили нас. Я убедилась, вы не трус, ой, вы сказали, это минус, но я люблю вас, это плюс. Эти мультики мы с детства смотрели по телевизору, все их знаем. И, естественно, лишний раз как бы вспомнить свое детство нам тоже приятно. ПЕСНЯ 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 Самое важное то, что действительно симбиоз оркестра и симбиоз именно видеоряда, который будет представлен, он дает очень мощный эффект. Мы сегодня днем уже этот концерт давали, но ждет действительно очень крутое шоу. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мультконцерт – радостное и познавательное мероприятие для всей семьи. Уникальный формат не оставил равнодушным ни одного зрителя вне зависимости от возраста. Захватывающие путешествия с бременскими музыкантами, новогодние приключения с героями Ну Погоди, а также путешествия по морям и экзотическим островам. И главное – знакомство малышей с волшебным миром и симфонической музыки. Все это в одном проекте. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Какой тебе мультик понравился больше всего? Музыканты. Хорошо. Ну а вы как считаете, польза есть от таких концертов? Да, конечно. Очень красиво, на самом деле. Сам редко попадая на такие мероприятия, очень понравилось, вдохновился душой. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я ж надеюсь по тибуряшку. По тибуряшку? Хорошо. Сбылась, наверное, наша детская мечта в первую очередь. Мы очень хотели, я очень хотела попасть. Ну потому что это целая эпоха, и, естественно, родители, мне кажется, должны и желательно приобщить к этому детей. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Скажи, тебе понравился сегодняшний концерт? Да. А что тебе понравилось? Всё понравилось. Оркестр хорошо играл? Очень понравилось сочетание мультфильмов советских и пение живой артистов, и, естественно, оркестр. Просто замечательно. Впечатление только самое положительное от вечера. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Формат киноконцерт или мультконцерт становится одним из главных трендов мировой музыкальной культуры. Крупнейшие международные студии, такие как Уолл Дисней, Юниверсал Пикчерс, Дримвокс, уже давно выпускают контент в формате киноконцерта. Теперь подобное есть и у нас. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Для нас было очень, конечно, важно и интересно поработать в таком проекте, масштабном союзмультфильмов, легендарной студии. Очень здорово, что мы пытаемся детям донести вот эти вот мультики. И, мне кажется, несмотря на какие-то вот рабочие, может быть, сложности, потому что очень непросто оркестру выступать в роли живого саундтрека, я считаю, что наши ребята с задачей справились, и вот свидетельством тому был полный движущий зал. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Может быть, не все задуманное реализовалось на все 100%, но симфонический оркестр Тольяттинской филармонии старался. И мы этому свидетели. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok